Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Холм Арслан ТП в июле будет включен в постоянный список ЮНЕСКО. Арай Карутюнян принял участие в начале озеленения нового сада в Нахичеванике. ЗОВК ЮНЕСКО Азербайджан уничтожает находящийся под его контролем объектно-армянского наследия. Ситуация в Сирии. США объявили о санкциях против Турции из-за покупки российских С-400. Репортаж из Музея истории Еревана. Решение о регистрации Арслан ТП Беллур, древнего города-государства в Малатии, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, будет принято в июле. Треть раскопок, начатых на холме Арслан ТП, уже завершена. Арслан ТП Беллур, где хранятся многие исторические артефакты от позднего и неолита до Железного века, был местом проживания многих цивилизаций от хетов до римлян и византийцев. В ходе раскопок прошлых лет в гробнице, относящейся к позднему хетскому периоду, у входа в которую находятся статуи льва, были обнаружены перевернутые статуи царей – сооружение первого города-государства с инфраструктурой, которая стала первой в мире линией отвода дождевой воды. С 2014 года ведется работа по включению Арслан ТП в постоянный список культурного наследия ЮНЕСКО. Тогда Арслан ТП был включен во временный список. 5 апреля президент Республики Арцаха Райк Арцунян в сопровождении секретаря Совета Безопасности Виталия Баласаняна и группы других официальных лиц посетил общину Нахичеваника с Херанского района для участия в открытии нового сада, инициированном гадрутским бизнесменом из армянской диаспоры. Об этом Ньюсэм сообщили в пресс-службе президента Арцаха. Путь возвращения в Гадрут и на другие оккупированные территории для достижения целей по обеспечению устойчивой безопасности Родины начинается с развития Арцаха. Одна из его важных составляющих – реорганизация экономики, сказал президент Артюнян, участвуя в церемонии посадки первых растений нового парка. Президент также посетил село Сарнахпюр в Артадзор и Дахрас Аскеранского района. Обсуждались вопросы, связанные с укреплением линии соприкосновения, безопасностью жизни населения, жилищного строительства, а также перспективы развития субрегиона. Около трех десятков армянских НПО обратились к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулей, предупредив, что Азербайджан уничтожает находящиеся под его контролем объекты армянского наследия и потребовали направить в Арцах миссию по установлению фактов. Далее – выдержка из звонка представленного Ньюс ЭМ. Мы – группа организаций гражданского сообщества, ссылаемся на декларацию ЮНЕСКО 2003 года о преднамеренном уничтожении культурного наследия, на два протокола конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и резолюцию 2347 Совета безопасности ООН от 2017 года. Осуждаем преднамеренное разрушение армянского культурного и религиозного наследия в Арцахе во время 44-дневной арцахской войны в сентябре-ноябре 2020 года. И после ее окончания мы предупреждаем ЮНЕСКО о грубых нарушениях международного права, направленных на удаление из истории армянских исторических корней в регионе, ассимиляцию армянского культурного и религиозного наследия. Считаем примечательным, что поведение власти Азербайджана свидетельствует не только о явном нарушении международных обязательств, но и о цели постоянных пыток и унижения армянского народа, что является ничем иным, как возникновение очередного конфликта, в то время, когда Азербайджан формально ведет переговоры о мире. Кратко о последних событиях в Сирии с 5 по 6 апреля. Контртерреческие подразделения сирийских демократических сил схватили 8 боевиков исламского государства в первом и втором секторах лагеря Аль-Холь. Кроме того, в сирийской пустыне в провинциях Хомс, Дейр-Эззор, Ирака правительственные силы при поддержке авиации ВКСРФ сумели ликвидировать 15 боевиков исламского государства. Также военно-космические силы Российской Федерации нанесли удары по позициям исламского государства на востоке провинции Хама. Точное количество жертв уточняется, сообщает вестник Дамаска. В понедельник администрация США выступила с заявлением, в котором объявила о ранее введенных санкциях против Управления оборонной промышленности Турции за покупку российских ракетных систем С-400. Как сообщает ТАСС, соответствующее уведомление Госдепартамента США было опубликовано в так называемом Федеральном реестре в сборнике официальных документов правительства США. Согласно документу, ограничительные меры распространяются как на Министерство оборонной промышленности Турции, так и на его главу Исмаила Демира. Эти решения были объявлены 14 декабря 2020 года во время предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. Ограничения применяются в соответствии с законом КАЦА. В новом уведомлении говорится, что санкции вступили в силу 14 декабря 2020 года. В эфире государственного телеканала «Западная Армения» заведующая отделом новой истории Исторического музея Еревана Сусанна Рутюнян представила историю этого периода. Она рассказала о жизни и обычаях ереванцев, представила экспонаты в выставочном зале, их историю и значение. Полная версия репортажа доступна на нашем YouTube-канале. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok